Например, возьмем раджах-провартини. Раджах-провартини – это препарат, балансирующий женскую репродуктивную систему. Слово «раджах» обозначает менструальная кровь. Провартини – это ближе всего перевод или управление, или же баланс самой менструальной крови. И если вы посмотрите, в других компаниях-производителях этот препарат также есть. Вопрос качества. Еще раз повторяю, что вся продукция компании «Indian Pharmaceutical Company» очень высокого качества. В большинстве случаев эти препараты в Индии самой не продаются в аптеках. Вот это можно подчеркивать. То есть у компании основное направление реализации этих препаратов – это частные клиники и кабинеты врачебные. Сами вы прекрасно понимаете, что никто не будет работать с некачественной продукцией. Итак, начнем говорить о конкретно препаратах. Итак, раджах-провартини – это препарат для баланса всех трех дож – и ваты, и питы, и капхи – в репродуктивном цикле женщины. И так как в самом названии фигурирует слово раджах, то есть менструальная кровь, в основном назначение – это аминорея, дисминорея, олигаминорея. Аминорея – понятно, это отсутствие месячных, дисминорея – нерегулярные месячные, олигаминорея – когда менструальной крови очень мало. Следы. Этот препарат прекрасно усиливает менструальную функцию. Как вы помните, когда-то я читал лекцию, посвященную женскому здоровью, и говорил, что большинство, если не все, болезни женской природы связаны с апановатой. Апановата – это часть ваты, которая выводит в том числе и менструальную кровь. Неполное очищение женской природы – это основа большинства тяжелых расстройств здоровья, включая миомы, кисты, эндометриозы, ну и другие расстройства. Поэтому этот препарат особенно хорош для полного очищения в период менструального цикла. Из опыта могу сказать, что чаще всего он назначается девочкам при формировании менструального цикла и молодым женщинам, поскольку с активностью менструального цикла, а значит с активностью гормональной системы, зависит фертильность женщины, то есть способность зачать и выносить ребенка. Уже в периоде ближе к формированию менопаузы, то есть там после 45 лет, этот препарат назначается редко. Если в этом есть нужда, его можно назначить, но в основном это молодые женщины. Продолжение следует...